Участница соревнований Это финал со скакалкой Эх, досадно было Да, не поймала второй кончик И следом еще одна ошибка И здесь ловля тоже не удалась Очень нервничает Аня Очень много других ошибок было Ну вообще первый выход Который что-то определенное уже значит В общем гимнастка такого уровня Не переживает за то, что они квалифицируются Или не квалифицируются в финал А вот это выступление уже действительно было ответственно Две неаккуратные ловли скакалки Одна уже более серьезная потеря Когда вылетела скакалка Да, конечно выступление не самое чистое И падение с поворота еще Но оценка будет сразу видно небольшой По результатам квалификации У Ани был пятый результат 17.575 Получила она за Первое свое выступление Вообще, Лясян, вот тебя как человека Который еще недавно все это испытывал Хочу спросить Вот что ощущаешь Когда в такой ответственный момент Падает предмет неожиданно Дело в том, что когда ты на площадке Ты практически не думаешь То есть голова отключается Но вот тут начинаешь резко думать Потому что у тебя записаны блоки, бонусы И ты должна быстро очень включиться Чтобы эту паузу Когда ты идешь за предметом Он же упал Чтобы не опоздать под музыку То есть начинает быстрее работать мозг И суетишься больше, наверное Ну так, уже из ритма выбиваешься, да? Да, да А так все как компьютер Просто голова отключается Когда ты выходишь И слышишь свою музыку У нас, к сожалению, зависла картинка Пока уточню для тех зрителей Которые не успели запомнить оценку Ани Бессоновой 17.325 Она получила за свое упражнение С скакалкой А на площадке сейчас Ирина Ризонсон Гимнастка из Израиля 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ну и Рина Ризонсон со своей поставленной задачей справилась значительно лучше, очень быстро прогрессирует эта гимнастка, буквально пару лет назад появилась на международном уровне и вот уже прочно сидит в элите, хорошие оценки получает, почти на всех крупных соревнованиях попадает в финалы. И вот в этот финал Ирина Ризонсон попала с шестым результатом за упражнение с скакалкой. 16.750 она получила в квалификационный день. Я думаю, что это своеобразная победа у нее. Безусловно, безусловно. Победа не только личная Ирина Ризонсон, но и команда Израиля, которая раньше таких результатов не добивалась. Давай еще расскажем, Ля Сан, о том, как идет соревнование в командах. Сейчас вот только запишем оценку. 16.525 у Ирины Ризонсон. Лидирует в командном первенстве традиционно сборная России. Очень надежный запас у нас отрез от команды Белоруссии. 18 баллов. Чья представительница сейчас выходит на площадку. А на третьем месте у нас команда Азербайджана. Очень неожиданный результат. А может быть и очень неожиданно, потому что сейчас девочки очень прогрессируют. И на соревнованиях Алия Гараева, например, показывают очень высокие результаты. Ну вот с точки зрения истории, с точки зрения статистики, это, в общем, удивительно. Да, это неожиданно. Но приятно, безусловно. Да. Ну что ж, а на площадке Любовь Черкашина и ее композиция со скакалкой. Это третье финальное наступление. Всего их у нас будет 8. КОНЕЦ КОНЕЦ Держи. Ну молодец, хватило, да? Ну мы явно понимаем, что ловля была не такой. Ну ловля была не такой в конце. Ну конечно, так уже сейчас никто не ловит. Ну тем не менее схватило. Это тоже. Хватило, молодец. В хорошей, в ровной форме, если так это можно выразиться. То есть без фанатизма. Еще эмоционально она как бы не работает. Я думаю, к многоборью себя придерживает. Это явно видно. Ну вообще, конечно, турнир очень сложный. Больше недели продолжается в общей сложности чемпионат мира. А для гимнасток в личном первенстве получается сколько соревновательных дней? Пять соревновательных дней. И нужно так рассчитать силы, чтобы в конце соревнований, когда будет самое главное розыгрыш медалей в абсолютном первенстве, подойти в пиковой форме и сохранить максимальное количество эмоциональных и физических сил. 16,550 у Любови Черкашиной. Вот смотри, у Ирины Ризансон всего на 0,25 меньше. Хотя, казалось бы, представляют такие две разные гимнастические державы, эти гимнастки. Что такое на мировом уровне Белоруссии и что такое Израиль? Я думаю, что у Любой в конце вот эта ловля, это все-таки где-то десятые 2-3, ей за это сняли. И оценочка была бы побольше. Но то, что прогрессирует Ирина, это явно видно на глазах. Поэтому такие оценки идут, как говорится, спина в спину, друг другу дышат. Ну и сейчас на площадку готовится выйти Алия Гараева, одна из виновниц успеха Азербайджана. Виновница в хорошем смысле, естественно. В хорошем, да. Скакалка от Алии Гараев. Алья Гараев. Просто не могу не отметить легкость Али прыгает очень легко, сложные элементы делает, крутится. То есть это гимнастка от Бога, как сказала Ирина Александровна Винна. Просто нужно эмоциональность свою через что-то подключать. Просто Аля очень эмоциональна, и когда она отключается, у нее все получается, как говорится. Ирина Александровна Ее коронный элемент, который придумала она сама. Молодец. Ну здорово. Все так, как можно. Я думаю, что довольна Марина Антоновна Говорова, ее тренер. Если бы вы ее сейчас видели, она, мне кажется, просто сливается уже. Такая худая и бледная. Просто все очень переживают, и, конечно, такие нервы. Но Аля не подвела. Молодец. Наверное, года три назад она начала работать с этой гимнасткой. До этого Марина Говорова была тренером нашей сборной в групповых упражнениях. Но затем слегка изменила квалификацию и стала работать индивидуально с Ирией Гараевой. И что, в общем, у нее очень здорово получается. Тоже налицо прогресс. Они понимают друг друга, да, это видно. Нужно отметить, что Алия тренируется в Новогорске вместе с девочками. И также ее тренирует Ирина Александровна. То есть все находятся под контролем, как говорится. Все страны уже практически. Очень многие говорят о такой враждебной конкуренции, да, в таких субъективных видах спорта. Вот когда все тренируется вместе, вот сама, а какую враждебность ты можешь потереть? Замечательно. Первый результат у Алии, с чем мы ее и поздравляем. Заслуженная оценка, да. Молодец. Так держать, как говорится. Ну а сейчас готовится. Что касается враждебности, сейчас я Наташу скажу, знаешь, это... Давай, продолжим мысль, а потом мы переключимся на Инну Жукову уже. Давай. Все говорят, что все очень враждебно настроены друг на друга, но просто девочки смотрят каждая друг на друга, как работают, и от этого прогресс идет быстрее. А если бы они работали в разных залах, и каждая была бы звезда в своем зале и не видела бы своих конкуренток, и поэтому художественная гимнастика бы так не росла, как растет за последний год, вот год, два, три, как она сейчас уже выросла. Вот я закончила свою мысль, Наташа. Спасибо. Очень важная мысль, безусловно. Да. Ну и к Нижуковой возвращаемся. После первого вида, как раз своего выступления со скакалкой, Инна была на третьем месте, то есть фактически в призерах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Какая интересная была ловля задумана. Понятно, что такое хотела сделать. Инна Жукова должна была скакалкой закрутиться вокруг двух стоп, и затем она должна была закончить упражнение, сидя в таком своеобразном шпагате. Но вот, к сожалению, не удалась последняя ловля. Но, тем не менее, выступление очень хорошее. Ляйсан, как тебе показалось? Хорошее, ровное, просто экономит немножко себя к многоборию. Как мы уже до этого говорили, что пять дней они будут соревноваться, поэтому Инна понимает, что хоть и сейчас борьба за медаль, но многоборие все-таки важнее. А так как силы уже мало, и в зале очень душная, вот это надо отметить, нереально. Дышать просто нечем. Это все-таки сказывается. Ну, спортсменка должна в любых ситуациях, конечно, выживать, но кондиционеры, мне кажется, просто отключили. Сидишь как будто под солнцем. Даже несмотря на то, что такое большое, в общем-то, помещение, да? Да, я не представляю, как девочки будут делать упражнения с лентой. Руки будут просто мокрые, и как это будет выглядеть? Но это мы сами увидим. Лента будет видна, да? Ты это имеешь в виду? По-моему, гораздо опаснее, например, крутить булава. Выскальзывается. Да все опасно выходить, да, тут только и все равно опасно. 17,9 у Инны Жуковой. 9,2 у Инны за исполнение. Очень высокий балл. Ну и вот результаты первых пяти генназов, которые уже успели выступить. А сейчас будет выступление Симоны Пейчевой. И в концовочке, что называется, на десерт, выступление двух наших генназов. Сначала Вера Сейс, но потом Оля Капанова. Седьмое место пока у Симоны Пейчевой по результатам двух видов. Ну, надо сказать, лучше, чем бывало в последнее время, но хуже, чем было когда-то. Ну, набирает Симона после тяжелых травм, после ее дискомфикации, это нелегко вернуться. На это нужно год-два. Мне кажется, вот сейчас уже у Симоны получается войти в элиту. В общем, скажем так, что из элита она не выходила, да, толком. То есть все время была в десятках сильнейших. Но вот так, чтобы быть поближе к призерам, ей, конечно, в последнее время не удавалось. Хотя, безусловно, гимнастка очень самобытная, очень интересная, с хорошей техникой, с хорошим темпом исполнения, с интересными элементами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо сказать, что музыка, которая подбирает постановщика композиции Симоны, тоже уже, можно сказать, ее коронная. Очень нравится зрителям такая национальная болгарская мелодия. Вот под многие композиции у Симоны именно такое музыкальное сопровождение. Вот очень ловкая, да, гимнастка? Кажется, что все, что она делает, ничего не стоит. Что как будто бы все это у нее с первого раза получилось. Но это было раньше. Да, но на самом деле у Симоны элемент за элементом очень интересные манипуляции. Просто я себе хвалила каждую. Я бы, наверное, просто не давала возможности слушать эту прекрасную музыку. У нее очень оригинальное упражнение. И именно мы раньше когда-то тянулись за болгарами, за их работой предметом. Потому что в российской команде была только хореография тела. А хореографии предмета не было. И Люси Димитрова... Ну, нельзя сказать, что совсем не было. Ну, скажем так, что... Ну, такой тенденции не было, как вот сейчас. Да, и Люси Димитрова приехала к нам и обучила нас. Конечно, мы не с первого раза это все поняли. Вот. И продолжала ставить такие композиции, вот, как у Симоны. То есть насыщенными разными оригинальными предметами, такими-то связками. Находками, да? Да. Да. Так что мы учились фактически на болгарах по работе с предметом. Ну что ж, самое интересное у нас начинается. Два самых главных выступления. Тех гимнасток, которые по результатам квалификации расположились как раз на первом и втором месте. Очень хорошо, Вера, выглядит. Удачи. Два vagyis. Замечательный трек. Замечательный трек. Главное, до конца, Вера. Держи. Здорово. Все хорошо. Молодец. Супер. Если бы вы видели сейчас Ирина Александровна, которая сидит за судейским столом, но она бы делала каждый элемент вместе с Верой. А сейчас просто она ей послала воздушные поцелуи, и это означает, что она сделала все. На тот поцелуй, который отправилась на Вера. Да, в ответ. То есть Вера ей улыбнулась. Просто умница. Да, выступление замечательное. Я давно не видела Веру в такой форме. Вера Сесина действующая чемпионка мира в упражнении с лентой на вскакалке на прошедшем чемпионате, который был у нас в Баку. А Вера в скакалке даже не кунифицировалась в финал. Так что, в общем, это своего рода дебют. И, в общем, дебют более чем успешный. И сколько мы считали с Вера. 18,6. 18,6. Очень высокая оценка. Больше чем квалификация для исполнения. Очень хороший. Так, квалификация у Веры была в 18,350. 350. Да, на 25 соток улучшила свой результат. Замечательно. Ну, теперь все зависит от Ольги Капрановой. Сможет ли она выступить так ярко, чтобы получить оценку, которую еще никто за эти два дня не получал. Наивысший результат за прошедшие два квалификационных дня был Ольге Капрановой за скакалку. Это 18,550. То есть ей сейчас нужно превзойти саму себя, а не только Веру Сосину, и сделать даже лучше, чем квалификационным выступлением. Ей сейчас просто нужно сделать все, что она умеет делать. Спокойно и все получится. И все получится. Спокойно 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 и все получится. На прошлом чемпионате мира. Спокойно и все получится. 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 Есть ее фирменная комбинация с пируэтом, но наибольшая ее концентрация, конечно, будет в ленте. Маленькая потеря. Бросок будет защитный, но сбавка будет в той бригаде, которая оценивает исполнение. Что-то на ковре валяется, не обратила ли я внимания, кто это уронил. Вот я тоже смотрю, не могу понять, что это такое вообще. То ли заколка, то ли я не знаю, что это. Ну, кстати, похоже по такому не слишком оформленному пуску Симона, что это ее резинка. За это, не знаю, раньше снимали. Кстати, за это снимают. Да, сейчас я не знаю, сколько. Сейчас тоже буду снимать. Я помню, у меня на чемпионате мира в Мадриде в начале упражнения упала заколка. И мне сняли за нее две десятые. То есть фактически до начала упражнения я подарила. Да. Опять же стоит отметить технику работы с предметом у Симона Пейчевой. С любым фактически предметом. Такие находки. Упражнениями у Симона. Вот та самая потеря. Раньше времени отлила взгляд от предмета. Это вечная ошибка, да, невнимательность. Но это нам тут легко рассуждать с вами, а там очень тяжело, конечно, на площадке контролировать все вообще, все эмоции, все, что ты делаешь. Такая улыбка у Симона так довольна исполнением или довольна, что сегодняшний день уже позади. И не самым худшим образом закончился. Все вместе. Все вместе. Да. Ее коронный обруч. Вот запомнилась она с той самой композицией под Лебединое озеро. И сейчас уже композиция, да, совсем другая, но отношение все-таки тоже, отношение к этой композиции, они сохранилось, мне кажется, не только у зрителей, но и у специалистов фитнесических. Очень красивая связка сейчас была элементов. КОНЕЦ Очень красивая композиция. Вот мне очень понравилось. Я не знаю, как судьи оценят, но... Я бы сказала, что композиция такая, вот знаешь, какая-то хрупкая, но не в том смысле, что ненадежная, а вот как это говорят о произведении ручной работы. Очень красиво сделанная, такая очень изящная. Такое ощущение, что это крик души, вот просто девушка была перед нами, которая уже чувствует, не гимнастка, а уже чувственная личность на площадке, да, Наташ? Просто мы смотрели и вживались в этот образ вместе с ней. Ну, в общем, надо сказать, да. А элементы, блоки, это судьи будут оценивать. Что у Ани уже, в общем, не первый год такое ощущение присутствует в ее композиции. Композиции все очень эмоциональны и действительно наполнены смыслом. То есть это не просто набор элементов, а это набор элементов, которые действительно какими-то чувствами сопровождаются. Вообще Аня очень эмоциональная девушка, и мы неоднократно видели, как такие очень ответственные моменты. Аня буквально со слезами на глазах покидала. 18-175. Молодец. Ну, не настолько много, чтобы можно было уже спокойно наблюдать за всеми оставшимися выступлениями, потому что очень высокую планку подняли российские гимнастки, но между тем действительно балл достойный. Алия Юсупова. Напомню, что по результатам двух видов Алии 12-е место. За композицию с обручем она получила 16-925. И это был четвертый результат. Очень гибкая гимнастка, ну, наверное, не так всем видно. Но одна из тех, чьи данные позволяют выполнять уникальные элементы, которые не все могут повторить, далеко не все. Сейчас не чисто поняла предмет, у нее ловля была совершенно другая. Сейчас искать, но ловлюшное дело. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ох, какая досадная ошибка. Так все было чисто, так надежно. Тут такая крупная потеря. Нервы, нервы. Причем на своей оригинальной ловле. Она отбивала в атитюде и ловила очень интересно. И такое делает только Алия. И вот на своей ловле она уронила. Самое обидное, что может быть. Да, вот я все время задаю себе вопрос, почему же нет стабильности, которой добиваются другие гимнастки в наступлениях Алии. У нее бывают, да, ну здесь даже нельзя сказать, что какая-то была конкретная ошибка, да, просто не повезло. Вроде все делала правильно, просто не туда улетела обруч. Она выступает либо шикарно, либо как-то очень неровно. И вот на чемпионатах мира у нее все-таки как-то не складывается немножко. Вот на этапах Кубка мира, на Гран-при у нее гораздо более уверенное выступление. Видимо, действительно ответственность как-то мешает ей сосредоточиться и продемонстрировать все, что она умеет. А умение, конечно, у нее есть очень интересное. Ну да, ответственность иногда очень. Да, ну и по оценке тоже видно, что, ну конечно. Если бы не уронила, оценка была намного бы выше. Да, безусловно. Но ничего еще, соревнования продолжаются. Еще три комплекта медалей будут разыгрываться. Так что впереди еще много чего остается. Как обстановка, Лео Санн, в зале? Подтянулась ли публика? Вот мы на тех кадрах, которые мы видим, когда попадают в кресло. В общем, на ногу пустые. Как там вообще в зале? Ну да, ну... Прибавилось? Надо сказать, что подтягиваются люди. Ну просто вот я сегодня по городу ездила, рекламу очень мало. То есть, возможно, даже люди, которые живут в этом городе, не знают, что у них проводится чемпионат мира по художественной гимнастике. Так бы народу было гораздо больше. Но я думаю, что к финалу прибавится людей, к многоборью. И подтянется, безусловно, к групповому празднику. Где греческая команда очень многого добилась в свое время. Ну что ж, а сейчас на площадке... Знаешь, Наташа, нужно... Да-да-да. Да, сейчас я закончу. Просто такое ощущение, что соревнования проводятся в России, так как российская делегация просто сидит на каждой трибуне. Их, по-моему, больше, чем всех остальных людей в зале. И они очень болеют, причем на каждой гимнастке. Это очень приятно отметить. КОНЕЦ Эх, ну что это такое? Потеря за потерей-то. И этот элемент не будет засчитан. Так шикарно вела, так душевно, по-взрослому. И вот такая глупая детская ошибка. Вот просто невнимательность. Извините за мои эмоции, просто я болею за девочек, как, я не знаю, как за родных. Просто мы с ними вместе выступали, и я не могу сдерживаться. Наоборот, спасибо, Леонид, за твои эмоции. За твои эмоции. Но расстроилась Юночка, конечно, очень. Но как так, а? Давайте посмотрим, как это случилось. Шинэ, два переворота на полу. Вот смотри, просто не довернулась. Да, должен был быть перекат, да, по-моему, у нее область должен был уйти в перекат, и неправильно ловли в перекат должна быть. Причем у нее было два шанса выловить его, когда он был за спиной, и когда он только отлетал. Ну, просто не сориентировалась. Не могла поверить, что что-то не так происходит. столько, количество раз повторилось элементной тренировки. Вот выход за площадку, две десятые. Российская делегация уже начинает просто кричать уже, Наташа, здесь вот что-то творится невозможно. Да, следующая площадка выходит у нас. Не показывает в картинке. Показывает, показывает. Кусочками, правда. Не так все, как это ты видишь и слышишь, но тем не менее. Отметила сегодня Ирина Александровна, что у Оли очень сильное упражнение с обручем, и как бы вчера она сделала его наилучшим образом. Дай Бог, что сегодня у нее все получилось. Блестящий тормяк. Блестящий тормяк. Блестящий тормяк. Главное, до конца. Молодец. Молодец. Образ выкрутилась, да? Немножечко не так упал предмет, но спасло. Но она выкрутилась. Но мы с вами это заметили. Надеюсь, что никто другой это выглядел. Нет, ну, в общем, если даже судьи заметили, то элемент сделал. Воздушный поцелуй был? Был воздушный поцелуй, и Ирина Санна очень довольна. Улыбается, мне кажется. Ну, Оля молодец, она сделала все, что нужно. И Ирина Санна прям настроение прям видно. Да, в общем, обруч, предмет очень непростой. Вот, ну, любят многие журналисты рассуждать о коварстве предметов. Часто называют ленту очень коварной. Вот, я не знаю, лично мне всегда наибольшее волнение доставляло именно обруч и мяч. Потому что эти предметы, если они падают, то они, как правило, катятся. Падают навсегда. Да, они улетают и все. Да, поэтому... Ну, парадоксально, но мои это были любимые виды обруч и мяч. Ну, некоторые любят погорить чай, как известно. Да, бля. 18,450. Это лучше, чем даже в квалификационный день. Браво, Ольга. Ну, действительно, было очень все чисто. Элемент из элементов вытекал. То есть, не было никакой там суеты. И надо посмотреть сейчас, чем ответит Вера Сессина. Вот стоит отметить, что в квалификации предметы распределены не совсем равномерным образом. То есть, Алина Кабаева и Вера Сессина делают по четыре предмета, то есть все упражнения. А Оля Капранова только три. И один вид Жени Канаева. Вот, интересно, означает ли это, что ставка была сделана все-таки на Кабаеву и Сессину? Сессину, а выстрелила Капранова. Давай об этом порассуждаем после того, как Вера Сессина выполнит свою композицию. Сделает Вера Сессина, да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Очень оригинальная ловля сейчас была Браво! Молодец! Очень надежно все И воздушный поцелуй был Молодцы девочки не подводят Ирина Александровна Что, Наташа? Как критерий у нас теперь будет Наличие или отсутствие воздушного поцелуя Это очень важно Ведь Ирина Александровна же по 7-8 часов Вместе с девочками сидит и работает с ними в зале И подойти к ним не может сказать на словах Так как она сидит за судейскими Судьями, за судейским столом Поэтому как бы воздушный поцелуй определяет все Да, Ирина Винер является членом техкома ФИШ Поэтому на таких крупных соревнованиях Сидит в том месте, где и положено сидеть Членом техкома И не имеет она также возможности общаться с гимнастами Это запрещено правилами Федерации Так, ну что, ждем оценку Золото и серебро сейчас решаются Да, да Это очень приятно Серебро Вот так вот поровну разделили модели Поровну, да Одно золото у Оли Катрановой Одно у Версос Сейчас я наблюдаю, как Наталья Македонна Горбулина Первый тренер Веры Сесина Подошла к Оле и к Вере И они счастливы Эти эмоции, конечно, просто неподдельные Ну, молодцы девочки Да, жалко, что это не попадает в кадр Они сейчас Да, да, да Очень много эмоций Так вот, Ляйсан, вернемся к теме распределения видов Как ты считаешь, означает ли это, что все-таки Ставка была сделана на Алину и Веру? На этом турнире Тут ставка была сделана на всех гимнасток Просто три вида тоже позволяют выйти в многоборье И бороться за многоборье То есть по трем видам и наоборот В Гимнастке В Ольге Капрановой было больше уверенности, да? Я считаю, что здесь было по принципу Как бы вообще за год Как девочки проявляли себя Вот, просто Алина, она травмировалась И не могла выступать на тех соревнованиях На которых выступали Вера с Олей Вот, и поэтому по такому принципу Было распределено Я считаю, что это была потеря Посмотрим Повторим И вот сейчас тоже Нервничает Алина После скакалки она, конечно, очень занервничала И обруч буквально вылавливала Да Но между тем Согласна со мной, Наташа? Да, 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 конечно Было видно, что каждый элемент На грани срыва Да, Ирин Санна была сейчас недовольна, кстати Наташа Знаешь, я обратила внимание Аля посмотрела Не было Она головой так повернула Сейчас судейская коллегия Все смеются То есть над этим тоже моментом Потому что Ирин Санна Она как бы вот сейчас все Судьи Смотрели на Как же Что скажет Ирин Санна Она помахала головой И все сейчас об этом говорят Правда Я это сейчас просто наблюдаю И вот забавно Отметить то, что Девочки, которые выступили Они не ушли в раздевалку Они сейчас сидят на стульчиках И наблюдают за своими соперниками То есть я сейчас могу видеть Все гимнасток этого потока Тех, что уже выступили, да? Да, да, да Они сейчас все смотрят За выступлением каждой гимнастки 16,9 у Али Гараевой Ну, в общем, предварительные результаты Уже можно подвести Ольга Капранова первая Вторая Вера Сейсина И третье место у Ани Бессонова Недвижимость в Испании От квартиры Осталось нам еще посмотреть Выступление канадской гимнастки Александра Орландо Помнишь, Васяна, мы с тобой Недавно комментируя Финал Кубка мира Обратили внимание Насколько Неожиданно интересная композиция Да, да, да У нее была лента И как раз у нее был Один поворот за другим Очень хорошая техника Вращения в этой гимнастке В ленте Это ей дает очень большую фору Да, но, в общем, обруч Где тоже на вращение Отводится довольно много времени Довольно большой процент композиции Может быть, посвящен вращениям Здесь вот мы видим, что она тоже Способна получать хорошие оценки Согласись, Наташа, согласись Приятная неожиданность То, что канадская гимнастка находится в числе фавориток Да, да, да Обычно, как бы, говорят, что только СНГ и приближенные страны Ну, вот только Израиль всегда, как бы, выбивался из этой Ну, от наших стран, как говорится А сейчас еще и канадка добавилась То есть, приятно развивается художественная гимнастика в других странах Безусловно Но вот еще был такой случай на чемпионате мира 2003 года Когда американка попала в десятку сильнейших Многоборья Ну, вот сейчас канадская гимнастка На мой взгляд, Александра Орландо Более, скажем так, похожа на гимнастку-художницу К сожалению, выпала у меня из головы фамилия той гимнастка Потому что, в общем-то, после этого она так нигде больше не засветилась Ну, конечно, с нетерпением мы будем ждать выступления китаянов Абсолютно первенства Потому что это всегда что-то очень оригинальное На грани между художественной гимнасткой и церковью Китай сейчас очень продвинулся Да Да, в командном первенстве Китай занимает сейчас седьмое место Такого не было давно Я помню, в Мадриде нас потрясали китайские спортсменки Они просто выполняли какие-то трюки безумные Что-то из цирка было, наверное Но после этого как-то все это Тенденция-то ушла в никуда И вот сейчас опять перед Олимпиадой в Пекине они набирают Обороты Ну, ты знаешь, даже Мне кажется, так не совсем правильно говорить Дело в том, что просто китаянки не участвуют больше ни в каких соревнованиях Кроме чемпионатов мира Поэтому такие редкие их появления Не дают возможности запомнить их И как-то всерьез к ним относиться Да, возможно скоро это исправится Как говорится, начнут ездить и бороться Потому что у них все шансы тоже есть Мы не рассказали с тобой о тех командах, которые попали в десятку По результатам двух выступлений Сейчас дождемся оценки И приступим уже к тем результатам 16-350 Седьмое место Тройку призеров Еще до выступления фанатки Мы вам огласили Так вот, четвертое место в командном первенстве у болгаров Пятое место у Казахстана Шестое у Израиля Седьмое у Китая Далее Италия, Греция и Узбекистан Появился в списке сильнейших команд И Узбекистан День добрый На спортивном канале НТВ плюс Время новостей В студии пресс-центра Елизавета Кожевникова О последних событиях Сегодняшний вечер будет украшен тонами большого футбола В старый свет нагрянула Лига чемпионов Фаза широкого отбора прошла На площадке выходит тяжелая артиллерия футбольной Европы Подавляющее большинство матчей вы увидите в системе спортивных каналов НТВ плюс Предваряющее слово Ивану Жарких В фокусе его, внимание, Милан Герой прошедшего сезона Лиги чемпионов Сегодня стартует групповой этап Самого престижного клубного европейского трофея по футболу Лига чемпионов начинает выборы нового короля Действующий обладатель этого кубка Итальянский Милан Отстаивать свой титул Начнет до Сан-Сира матчем против португальской Бенфики Наставник в Сан-Санере Карл Анчелете считает, что этот поединок будет особенно интересным Мы являемся обладателями Кубка чемпионов Самого дорогого трофея для клубов И все понимают, что матчи против нас будут очень упорными В этом я убежден Этот матч примечательен для болельщиков и тем, что в составе Бенфики Наполе выиграет Руйкошта, который в 2003 году Милану помог выиграть Лигу чемпионов Но сейчас участникам не до сантиментов Противостояние Милан-Бенфика носит принципиальный характер Помимо прочих встреч Они играли дважды в финалах Кубка европейских чемпионов И дважды Милан был сильнее Бенфика это команда с очень хорошими традициями Они всегда играют в зрелищный футбол И всегда могут создать острый и опасный момент у вору соперника Настрой у португальцев в порядке Об этом на пресс-конференции говорил главный тренер Орлов Хосе Антонио Камачо Если бы мы не верили в победу Думаю, мы бы не верили И на площадку выходит Гера Сейсина И на площадке выходит Гера Сейсина Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот на таком этапе, да, на финальном этапе соревнований очень важно сделать все без ошибок. Поскольку борьба очень плотная, соперницы очень сильные. Главное ничего не потерять, докрутить все повороты, выставить все равновесие, ну и так далее. В понедельник Вера Сейсина уже выиграла две медали в первых финалах. В скакалке она стала первой. Одна золотая медаль у нее и одна серебряная в финале с обручем. Очень интересный чемпионат мира именно с точки зрения конкуренции. Поскольку в последние годы в этом смысле все было более-менее ясно еще до начала соревнований. Был явный лидер, ну а остальные места распределялись уже с меньшей долей уверенности. Но тем не менее тоже у каждой гимнастки, ну фактически, была своя такая негласная позиция. Нынче совершенно все непонятно. Поэтому очень интересно следить за соревнованиями, ждать оценок. Вот у Веры Сейсиный балл очень хороший, 18-325. Как я уже отмечала, все очень гладко Вера прошла. Помимо того, что в ленте выступит гимнастка, которую мы в первых финалах не видели, Алина Кабаева, которую я уже сказала. Также в ленте мы увидим украинку Наталью Гденко. У Наташи такая, в общем, неприятная история на этом турнире случилась. В самом первом ее выступлении со скакалкой, прямо на площадке, у нее так сильно свело мышцы, что она не смогла как следует закончить упражнение. И после этого выступления тренеры украинской сборной заявили, что Наташа вследствие этой травмы не может продолжать соревнования. А поскольку этот турнир очень важный в смысле олимпийских надежд, именно здесь определяется, сколько гимнасток от каждой страны отправится на Олимпиаду в Пекин, то, конечно, это была серьезная потеря. Была у украинок еще и третья гимнастка, но вот по результатам первых двух видов она проходила, ну скажем так, с небольшой долей вероятности в число гимнасток, которые могут выступать в наговоре и следственно бороться за путевку в Пекин. Поэтому Наташа Гадунхо собрала, что называется, волю в кулак и, несмотря на свою травму, продолжила соревнования. Выступала она с булавами и с лентой. Заметно было, конечно, как говорят очевидцы, что травма не позволяет ей работать в полную силу. Но, тем не менее, худо-бедно две композиции она сделала. В булавах Наташа допустила ошибку, поэтому оценка у нее получилась не слишком высокой. Ну, а 14.075 в булавах она получила. Ну, а ленту она сделала, в общем, очень даже хорошо. 16.750, шестое место, и у Наташ есть возможность участвовать в финале. Но, так или иначе, у украинок все равно оказалось две гимнастки в финальной части соревнований в многоборье. Ирина Квальчук, вот тот самый третий номер Украины, все-таки пробралась в число сильнейшего гимнасток. 19-е место у нее по результатам квалификации. Это значит, что она будет выступать в абсолютном первенстве. И в том случае, если она окажется в числе 20 сильнейших, у Украины будет две все-таки путевки в Пекине. Вот такая вот история, не лишенная интриги. Но, тем не менее, как-то все наладилось, и так или иначе, украинская сборная выкрутилась из этой сложной ситуации. Ирина Ризонсон выступала только что, гимнастка из Израиля. 16-675 ее оценка. Гордость своей страны добивается таких результатов, которых Израиль в своей истории художественно-гимнастической не помнит. Попадает регулярно в финалы. И вообще уже прочно обосновалась в десятке сильнейших гимнасток. Следующая участница финала из Биллауми Анна Бессонова. Третье место у Ани за упражнения Собруча на этом чемпионате мира. Сильнейшая гимнастка сборной Украины. Смотрим. Звучит из карты. Сильнейшая гимнастка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодец, Аня. Один кувырочек выкинула. Ну, в общем, далеко не самая страшная ошибка. Сложный очень график. На чемпионатах мира, получается, у гимнасток. Особенно это касается сильнейших гимнасток, выступающих в личном первенстве. Вот сегодня уже четвертый день соревнований. А самое главное еще впереди. Правда, завтра у гимнасток будет выходной день, но тем не менее. И сегодня, кстати, уже успели гимнастки выполнить один вид. То есть это не было таким днем подготовкой к двум финалам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двойная ответственность, конечно, упала не только на молодую Ирину Ковальчук, но и на Аню Бессонова на этом турнире. Командный результат все-таки нужно было сборной показывать. Поэтому максимально высокие оценки нужно было набирать, чтобы в истории этот турнир не стал каким-то неприятным исключением из всех прочих. Обычно Украина в командном первенстве идет на втором месте, на железном месте. Первое место у Ани больше, чем у Веры Сессиной на 75 сотых. Судя по первым двум финалам, конкуренция разворачивается в общую тренировку. Судя по первым двум финалам, конкуренция разворачивается. Ну, кстати, Алия Гараева, вот она из тех гимнасток, которые еще чуть-чуть и тоже будут в числе вот этих конкурирующих за призовые места. Очень близко к призерам она всегда находится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Но в многоборе Алина не будет принимать участие. Будут выступать только Капранова и Сесина. Это, наверное, впервые такое, что Кабаева будет сидеть на скамейке запасных. Это очень печально. Может быть, вопрос немножко преждевременный, но вот то, что касается олимпийских путевок, будут они как-то распределяться по усмотрению старшего тренера или все-таки первостепенное значение имеет результаты на этом чемпионате? Все по спортивному принципу, как сказала Ирина Александровна. Как и было на чемпионате мира здесь, то есть Алина не попала и выступает по этому Капранова и Сесина. Девочки оказались намного сильнее на этих соревнованиях. Если же спустя полгода будут проводиться какие-то соревнования и на этих соревнованиях будет ясно, что Кабаева сильнее, чем Капранова и Сесина, то, соответственно, Кабаева будет принимать участие на Олимпийских играх. Еще целый год впереди и все по спортивному принципу. Никто назад оглядываться не будет. То есть даже если девочки хорошо выступали здесь и если к Олимпиаде они подойдут не в форме, то будут выступать те, кто в форме. Может быть даже не эти фамилии. Может быть даже будет любая другая девочка выступать. Хочу объяснить телезрителям, что путевки на Олимпиаду не именные. Просто какое-то количество участниц определяется от страны. Поэтому вот такая вот конкуренция внутренняя, национальная, как правило, сохраняется в нашей сборной, по крайней мере, до последних самых дней. Алья Юсупова на площадке. Казахстан. Казахстан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я хорошо тренировалась, я ходила, смотрела на приготовительных площадках, девочки работали под музыку. Кажется, что все от зубов отскакивает, что ошибок просто не должно быть. И вот здесь выходят и отпускают какие-то нелепые маленькие ошибочки. Помнишь, ты в прошлой трансляции как раз рассказывала, что обычно, когда выходишь на площадку, все проходит как будто бы на автомате. То есть толком не думаешь, что зачем. Когда происходит какая-то ошибка, то уже начинаешь соображать, как дальше. Начинается суета. И какой-то такой автомат, видимо, выключается в такие моменты. Я думаю, что сейчас была именно эта ошибка. Инна, нужно отметить, что все тренеры, судьи реально говорят о российской команде, что просто в такой форме наших гимнасток не видели. То есть сейчас действительно они в боевой готовности. Это очень приятно. Общее мнение такое о нашей стране. В смысле наших гимнасток Капранову и Сесину, потому что, в общем-то... Капранову, Сесину, Канаеву очень хвалят. Да, и очень все опечалены то, что вот у Алины вот такое вот получилось. Но были ошибки действительно, их никуда не спрячешь. Они были именно из-за состояния здоровья. А вот как ты считаешь, Ляйсан, у Алины действительно ли лента сильнейший вид? Или просто вот как-то Клентия, она сумела собраться и сделать так, как умеет все это? Я считаю, что Клентия, она сумела собраться, Наташа, с тобой согласна. То есть, ну, как бы, больной спортсмен, он не спортсмен, и я это знаю по себе. То есть ты как бы... У тебя могут быть такие затмения, то есть, да, и яркое солнышко может выйти на один вид буквально, и все. Но дальше опять здоровье берет свое. То есть, ноет колено, общее состояние у нее, она выступает с температурой. Конечно, это... как это, мы можем сейчас долго говорить, почему Кабаева как бы... А, то есть еще к травме колена добавилась и простуда, да, какая-то? Да, да, да. Мы, конечно, можем долго обсуждать, почему нет, да. То есть площадка, она всех поставила на свои места на данных соревнованиях. Но есть такие факторы. Просто я знаю, я год выступала с травмой, когда от меня требовали каких-то результатов. Это практически невозможно. То есть ты собираешься на один-два вида, это максимум. Вот, видимо, с Алиной вчера это было. То, что она собралась с всей силой действительно в ленту, и мы видим и по оценкам, и она попала в финал. И главное, чтобы сегодня она еще собралась. Ну что ж, этот финал последует за булавами, а это уже предпоследняя гимнастка в потоке с булавами. Инна Жукова, Белоруссия. Умница какая. Очень спокойная и уверенная. Ну да. Хотя устала и на очень, потому что, повторюсь, она выступала буквально полчаса назад с лентой. Еще за командную борьбу. В интернете даже еще нет результата белорусской команды за ленту. Просто еще не успели люди физически добежать все это. У нее было 17,4 за ленту. Достаточно хорошо она ее сделала. Но усталость на лицо. Девочки, конечно, все уже просто умирают. В подготовительных залах жара. Ощущение, как будто ты тренируешься на солнце. Там буквально такой тент. То есть очень тяжело девочкам. Правда. То есть нет некондиционирования, да? Да, специально все. Я не знаю, то ли они проявили, то ли специально их выключили. Я не понимаю, откуда такая жара. Вот мы сейчас все здесь сидим. Здесь правда очень жарко. То есть как сейчас будут делать ленту, непонятно. Вообще как работают девочки. Да, печально, конечно. Что приходится такие, да, природные факторы преодолевать такого местного климата, помимо всего прочего. Да, помимо нервов и так далее. Стала уже русская трибуна, уже скандирует Оля, Оля. Да, завершает этот поток, да, скандирует Катранов. У Оли здесь мама с сестрой. Она их не видела уже два месяца, да. Девочки находились в Хорватии на сборах. Вот вчера я тоже увидела, они прилетели, они болеют. Они здесь с Олей вместе. Очень приятно. Оля сестра старшая. Зовут ее Катя. И старые преданные зрители нашего канала наверняка помнят Катю Капраново как гимнасту тоже. Вот так случилось, что дальше пошла младшая сестра. Ну что, Олечка, удачи тебе. Лавы – это очень сложный вид. Какой предмет не возьми, да? Любой сложный. И главная сложность была в том, что их две. Да. Самый сложный вид считается у нас. Кто бы что бы ни говорил, что все любимые виды, но булавы сложнее делать всегда. Катя. Очень сложный элемент сейчас, по-моему. 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 Браво! Супер! Ну что, Ляйсан, по-моему, не просто хорошо, а очень хорошо. Супер, да. Да, вот что называется с настроением. Довольна, Ирина Санна. Я почему-то запомнила потери Оли Капрановой именно с булавами. Как-то так в памяти остались именно те моменты, когда она роняла булавы, не ленту, не какой-то другой вид, а вот именно булава. Поэтому, честно говоря, переживала. Такое у нее все время как-то. Теографом нашей команды, Шатковой Вероникой Борисовной. Ирина Винер тоже судит? Ты ничего не путаешь? Ну да, она сидит в фишкоме и судит. Она как почетный член техкома, да? Оценивает, оценивает, да, оценки, контролирует. Она вице-президент же техкома. Поэтому она должна быть там и не имеет права подходить к нашим гимнасткам. Ну да, просто чтобы не запутать зрителей, она непосредственно судьей, арбитром не является, а лишь, вот как ты действительно сказала, контролирует весь этот процесс. Процесс, да. Ну смотри, какая оценка замечательная. Ну заслуженная, конечно. Я бы 19 поставила. Умница. Ну что ж, замечательно. Вторая золотая медаль у Ольги Капрановой. У Ани Бессоновой серебро в этом финале, ну а бронза у Веры Сейсиной. Что ж, так или иначе, стабильно уже в третьем финале две наши гимнастки в призерах. Пусть в этот раз это не серебро, а бронза, но для разнообразия тоже, я считаю, годится. Напоминаю, что вы смотрите финалы в отдельных видах на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в греческом городе Патры. С булавами все, теперь у нас лента, и вот в таком порядке гимнастки будут выходить на площадку с лентой. Очень приятно, что Гематова Динара открывает эти соревнования, и что она попала в финалы. Это действительно прорыв для нее. Давай отметим этот момент, что в общем в сборной Азербайджана, как и в сборной России, тоже существует очень крепкая конкуренция. И на последних нескольких турнирах выше оказывала самая Мурбанова. Вот на этом чемпионате по результатам многоборья в квалификации выше оказалась как раз Динара Гематова. Причем решила именно упражнение с лентой это. То есть вчера она еще проигрывала Ане, и я с ней когда общалась, она говорит, ну да, Лисан, что ж не выступать мне с моей любимой лентой в финале. И я говорю, ну попробуй завтра. То есть она сегодня выступала просто, знаете, все фуэте, чем она славится, все было так сделано, что даже судьи хлопали. И вот сейчас мы ее видим с вами в финалах. То есть вырвала одним видом себе победу. Вот у многих гимнастов действительно... Ай, тоже там, мы перехвалили ее. Ну ничего, все, это только начало. Еще минута 27 секунд впереди. Ну все, обо всем остальном поговорим после. Давайте посмотрим эту насыщенную пироэтовую композицию. Держи. 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 Молодец. Молодец, что собралась и доделала до конца и выкрутила все свои фуэте бесконечные практически. Да, в общем, после этой ошибки нельзя сказать, что прям упражнение наперекосяк пошло. Небольшая заминочка, ну а дальше все замечательно. Вот я хотела сказать, что у многих гимнасток все упражнения, которые они выполняют, ну как-то вот более-менее равные, да? И когда журналисты задают вопрос о любимом виде, то ставят таким вопросом в тупик. Но вот у Динары, мне кажется, что и даже интересоваться у самой гимнастки не нужно. Понятно, что лента это, безусловно, любимый вид, потому что с такой виртуозностью, как Динара выполняет эти фуэте, и в ленте можно исполнять их такое количество, насколько позволяет вестибулярный аппарат. Она очень любит ленту и обруч. Это ее вот два любимых вида. И лента все-таки дала ей шанс сейчас выступать в многоборье, и она ее вроде бы... Ну, оценка хорошая, на самом деле. Если бы не было в начале этого, этого пируэта, то, возможно, было бы 17. А ты уже видишь оценку? Да, 16.650 она получила. 16.650. 5 сотых сняли за то, что в музыку не уважилась. Рада я очень за Динару, потому что были у нее и травмы целый год, которые она уже подумывала и закончить спорт, потому что нереально было бороться с травмами бесконечными. То есть тренировалась все время в полсилы, потому что спина не позволяла гнуться, прыгать и так далее. Спина это святое, как говорится. И вот такой у нее характер боевой. Как говорится, взяла все силы, собрала и выступила на этом чемпионате мира блестяще. Очень приятно, конечно, видеть Динару в финале. Второй номер финала с лентой Ирина Ризанса. Очень ровненько, да, она так выступает? Вроде бы все время где-то так вот восьмое-седьмое место, но тем не менее во все финалы попадает. Стабильника. Кто как любит выступать, кто любит стабильно, а кто у кого получается или сразу на первую, или сразу мимо. Такие мазки тоже бывают. Это еще зависит от того, что пишешь в карточке. То есть у Ирины у нее средняя стоимость, и она все спокойно выполняет, и поэтому оказывается всегда в восьмерке сильнейших. А многие гимнастки пишут намного больше, и если они делают, то есть то, что они написали в карточках, все элементы, то они бывают выше ее по результатам. Но если же не делают, то оказываются ниже ее. То есть вот у Ирины такая тактика стабильности, спокойно вот на шестых, на седьмых позициях пребывать. Да, поясню, что вот то, что записано в карточке, это очень важно, потому что если хоть какое-то расхождение, хоть какая-то ошибочка, то за это сразу же карают пятью десятками. То есть я уже как-то по-другому смотрю на это, более строже. Тоже такая интересная концовка была, но смазалась. Да, следующая выходит Наташа Гуденко, покорившая нас своим мужеством. Печально, что у Украины нету замены этим двум великим гимнасткам, я их считаю великими, Бессонова и Гуденко. Сколько лет они уже на своих плечах, как говорится, держат команду Украины, и еще до сих пор не подросла молодежь. Это тоже не очень хорошо. Ну знаешь, как это происходит? Если есть замена, то все это естественным образом решается, да? Как-то искусственно же не держатся в запасе сильные гимнастки. А вот пока не подросла замена, ну что ж поделать? Наверное, вот таким опытным гимнасткам, именитым, как Бессонова и Гуденко, в такой ситуации, конечно, спокойнее. Когда на пятке никто особенно не уступает. Но с другой стороны, рост-то нет. Ответственность и рост-то нет. Почему вот у нас так Капрановы и Сесины, как говорится, быстро росли? Потому что им давали шанс, они конкурировали с Кабаевой, с Чащиной. И сейчас мы видим, как говорится, первое-второе место, да, на чемпионате мира. А у Украины, к сожалению, такой конкуренции нет в стране. Поэтому даже вот травмированный Гуденко, ей приходится просто выходить и бороться за свой флаг. Возвращаясь в события двухлетней давности, на прошлый чемпионат мира, который проходил в Баку, нужно отметить, что у Наташи Гуденко в финале с лентой была бронзовая медаль. Да, так очень плотно зафиксирована нога, да? Да, да, я не могу смотреть на нее, вот честно. Настолько мужественная гимнастка, вот просто видно, как вытягивает каждый элемент. Смотрите, Фуэте делает на больной ноге, боже мой. Фуэте делает на больной ноге, боже мой. Фуэте делает на больной ночь. Фуэте делает на больной ноги, боже мой. Фуэте делает на больной ноге, боже мой. Он встал в зал сейчас, то есть мужество Наташи, конечно, не отнимает. Ну да, только за сам факт выхода на площадку уже достойно уважения. Молодец, Наташа, молодец. То, что могла, она сделала сейчас. Ты знаешь, если бы не вот этот вот бинт до колена, то, в общем, можно было и не догадаться о том, что есть какие-то сложности. Если бы не бинт, она бы не вышла, потому что бинт-то очень сильно зафиксирован. Нет, я имею в виду, что если бы не бинт, можно было бы и не догадаться о том, что у нее травма. В общем, все очень хорошо сделала. Левая нога как раз толчковая и опорная в большинстве поворотов в равновесии. А вот здесь, кстати, липнет. Да, 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 вот к этому самому бинту липнет-то. Если бы не было бинта, то проскользнула бы лента и все. 16,775. Сейчас загляну, какая была у Наташи оценка в квалификации. Ну, чуточку поменьше. 16,750. Ну что ж, двугожданный выход. Да, наша Алина. Двукратная абсолютная чемпионка мира. Абсолютная чемпионка действующих олимпийских игр. Главное сейчас ей нужно собраться и просто-просто все сделать, все, что она умеет. А умеет она многое. У Алина тоже композиция, как и у Динары Гематовой, насыщена фуете. Так что очень важно поймать вот это ощущение поворота. И все докрутить, везде выставить. Ай! Сейчас не выкрутила пюре и отцелила. Абсолютная семья. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И тем не менее, никоим образом это его не расслабило, не отбило желание продолжать борьбу, а наоборот только завело. И уже после второго вида она поднялась на четвертое место и в ленте выбилась в финал со вторым результатом. Спортивный характер, ничего не скажешь. В общем, действительно, травма колена была нешуточная, это не просто так, как у Кабаева потянут, у нее действительно очень серьезная была травма. И с такой травмой, то, что вот она вылечилась и приехала сюда и выступала, конечно, это видно, что была травма, но молодец все равно, то, о чем ты сейчас говорила, да, мужество не отнимать. Дай Бог, чтобы в Олимпиаде она восстановилась. Если бы не было такого характера, то не выиграла бы она такого количества. Да, да. Ты просто каждый раз в этом убеждаешься и, как говорится, снимаешь шляпу. Он не бессонный. Ну, в общем, для Ани, у Ани тоже было множество моментов, когда ей приходилось проявлять мужество. И, в общем, когда ты понимаешь, что ты выступаешь уже на очень хорошем уровне и кажется, что вот-вот ты добьешься желаемого, но все это не происходит, не происходит, конечно, все время рассчитывают украинские на что-то большее. Болеро очень красиво, да, продолжает бороться. Но без конкуренции не было бы прогресса, Наташа. Все они борются друг с другом и все они растут. Мы видим, как Аня за последние два года тоже выросла в своих композициях, в уровне. Раньше она была менее стабильна, то есть сейчас она стабильнее стала намного. Аня за последние два года. Очень хорошо сделала. У меня мурашки пошли по коже. Да, молодчина. Супер. Браво. И вот, что называется, в бессоновском стиле, да? Да, да, да. Так эмоционально. С таким мужчинами. Просто молодец. Красивым куражом. Я просто к тому, что для того, чтобы были силы для продолжения борьбы, судьба должна давать какие-то поощрения. А украинкам вот эти поощрения достаются очень редко. И между тем, желание продолжать соревнования, в общем, с каждым годом только растет. Вот в чем мужество. Вот что я имела в виду. Да, да. Интересно же, что же сейчас поставят судьи? Я вот такая композиция, когда ждешь оценку. Да, когда ждешь оценку. И вот просто все уже зависит не от тебя, а от судьи. Что же, на какое сейчас место тебя поставят? Это самый ужасный момент у гимнасток. В плане композиции очень разнообразные. Если вот многие гимнастки задних поворотов составляют ленту, то в плане очень много разных элементов. 18,350. Выше, чем у Алины Габаевой. Алина Габаева сейчас у нас на втором месте оказывается с оценкой 17,225. А впереди еще три гимнастки. И в том числе наша Вера Сесина, которой лента – это настоящая бомба, скажем так. Алия Юсупова на площадке. Какая по счету Ляйсан выступает Сесина в потоке? Седьмая. Следующая, то есть, да? Да, следующая. Наташа, может быть, ты помнишь, когда ты следила за моими еще выступлениями на чемпионате мира, я делала булаву под эту музыку? Конечно. И вот сейчас я невольно тут трыгаюсь, меня эмоции переполняют. Причем Аля, когда увидела меня, она говорит, Лизан, а я под твою музыку делаю. Я говорю, ну ты не под мою делаешь, но в принципе, у них немножечко другая обработка. Но все равно помнит, это приятно. То есть, в гимнастическом мире авторство композиции присваивается не самим композиторам, а той гимнастик, которая первая. Какие красивые пируэты у Али, а? Никто в мире не может повторить этот период затяжку, который она делает. Вообще, я уже неоднократно отмечала, что у Али очень красивые линии. Очень красивые линии рук. Предмет, конечно, немножечко отвлекает внимание от рук, но это когда она, я помню, как-то в показательных вышла в комбинезоне с такими длинными черными рукавами. Это подчеркивало, насколько у нее красивые пластичные руки. Это, конечно, было очень увлекательно. Ну, ровно прошла, да, Наташа? Хорошо. Да, да, молодчина. Молодец, собралась. Очень тяжело, конечно, все это. Я же прям сама так вздыхаю, как будто я сейчас выступила. Вот жаль, конечно, что наше интервью с Женей Канаевой по техническим причинам не удалось закончить. Ну, вот у меня такое сложилось впечатление, что, несмотря на свой юный возраст, она уже очень уверенная. То есть, конечно, она волнуется и переживает, но, в общем, не мешает ей это понимать, что к чему и делать свое дело. Не, ну, она прекрасно понимает, что она сейчас находится в числе фавориток сборной. Она очень молодая гимнастка. И уже то, что ей 17 лет, она уже забывала титул чемпионки Европы с лентой. И сейчас она уже чемпионка мира в командном зачете. То есть, просто спортсменка будет уверена двигаться вперед. И вот это наша замена, как говорится, на будущие Олимпиады, чемпионаты мира. Так как, я думаю, она очень долго будет в спорте с ее характером. Да, сейчас Вера Сесина. Наша надежда, как говорится, на этот вид. Ну, и вообще. Вера Сесина, действующая чемпионка мира с этим видом. Ее композиция в Баку на прошлом чемпионате, вот она одна из немногих, что вот по-настоящему тронули до глубины души. Вот очень хочется, чтобы получилось у Веры сделать ее с таким же настроением. Эээ, супер. Забиваешься счет, и сколько она крутит этих пируэтов. Ладно, держись. Ладно, держись. Ладно, держись. Ладно, держись. зааплодировать вместе с залом безусловно это было самое лучшее выступление с лентой безусловно я не знаю насколько быстро сумели раскрыть этот талант веры хореографы но конечно вот это ее способность крутить пируэты в таких разных формах настолько спокойно и кажется что вот она докручивает пируэт что если бы не нужно было делать какой-то другой пируэт что она так бы вращалась и вращалась дальше да 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 есть такая ощущение тоже да но это на самом деле сколько они уже к сожалению опять у нас проблема со связью ли ассанта с нами ступать лейсан тяж его как только наши режиссера восстановит связь вернется к нам в эфир ждем оценки за это прекрасное выступление веры сессины на мой субъективный взгляд но вот оказывается не очень субъективным 18 650 да это должна была быть золотая медаль потому что действительно ни одна другая участница финала так уверенно так красиво с таким шиком свою композицию не выполнила первое место у веры сессины второе место у анны бессоновой и на третьем месте алина кобаева впереди еще выступление последний гимнастки в этом потоке и на жуковой много травм к сожалению у гимнасток на разных этапах возникает несмотря на то что очень много усилий приложили членов техкома фиш для того чтобы сделать вид спорта более безопасным и тем не менее именно тоже не сумела избежать это неприятная ситуация а этот сезон начался для нее еще и болезни пропустила она несколько стартов большая потеря на броске с возвратом вообще вот мы начали говорить о мужестве гимнасток да стой с того момента как вышла на площадку гуденку да в общем можно наверно каждой гимнастки которые вот сейчас выступает здесь в финале отмечать ее мужество а 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 и а а Молодец. До дьявола постоянно. Ошибка была на возврате, а на броске с возвратом. Ну что ж это было последнее наступление сегодняшнего дня. Мне кажется, что с такой ошибкой все-таки не удастся и забраться в призера, невыполненный бросок. Да, там были ошибочки еще в пируэтах, такие подскоки все-таки видела. Завтрак благожданный выходной в гимнастике. Пятница, самое главное, розыгрыш звания абсолютной чемпионки. Как ли, Александр, наши девчонки жалуются на усталость или все-таки сумели сэкономить силы? Жалуются, конечно. Жалуются все. Во-первых, они дома не были уже три месяца. Они находились все лето на сборах в Хорватии, привыкали к такому влажному климату, как здесь. Да? Вот. И уже нервы сдают, конечно. Как они держатся, это достойно уважения. 16-950 у Инны. Пятый результат. Да. Вообще, насколько я успела заметить, что Ольга Капранова, что Вера Сейсина, в общем, у них нервы такие довольно крепкие, да? Остальные, да. Причем они же такие вот менее эмоциональные. То есть, если даже что-то у них происходит, то это происходит у них внутри. То есть, они никому этого не показывают. И там даже иногда не поймешь. хорошо ей или плохо. Правда. Уже настолько все на автомате. Вот. Я подхожу к ним, говорю, ну как? Вот. Да. Нормально. Но Оля очень радуется, что у нее здесь мама с сестрой. Поэтому она об этом только и говорит. Вот. А Вера более такая спокойная, сосредоточенная. Экономит силы к многоборию. Их уже и так мало. Ну, в общем, конечно, вот с таким складом нервной системы гораздо проще на таких крупных соревнованиях, да? Потому что попросту не переживаешь. Ну, да. Умеешь сосредоточиться на самом главном. А ты помнишь свой первый чемпионат мира, или сам? Да, я помню. В Мадриде. Да, да, да. Мне было, по-моему, 16 лет. И на меня взвалилось вот это дело. Три вида. Было очень страшно. Я, кстати, тоже была невозмутимая. Ко мне подходили. Я не понимала, что мне говорят. Я никого не слышала, не видела. Такая даже немножко зомби. Вот. Но выступила тоже достойно. По результатам я тогда была на третьем месте. Вот если бы я участвовала в многоборе, помню, для меня это было сродни победы, как говорится. Вот спасибо большое режиссеру. Вывели нам таблицу результатов в командном первенстве. Сейчас мы с вами увидим.